Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Анжела Забашта смотрите сегодня в программе. Это не та крыша. Мало того, что он не знал капитального ремонта с момента его постройки, так в прошлом летом произошла еще одна неприятность. Вместо 46-го дома перекрыли крышу дому 44-му, который расселили. Капремонт – смех сквозь слезы. Избирательные технологии – Уики, Каибы, камеры. Это тоже очень важно, чтобы наши люди видели, как это происходит, какова процедура, чтобы все было понятно и прозрачно. Как это работает? Своя среда своими руками. На каждый уровень находятся определенные листы для голосования, в которых любой житель города Ульяновск мог подойти к этому уровню, заполнить данную анкету и опустить ее в ящик. Ваши проекты благоустройства. Проблемы дома на проспекте Гая 46-5 видны невооруженным глазом. Но, кажется, не всем. Аварийное состояние не стало поводом ни для переселения, ни даже капитального ремонта. Хотя признаки непригодности для проживания налицо. Трещины в стенах, обрушающиеся потолки, плесень в квартирах и дырявая крыша. С момента постройки в 1958 году был только один косметический ремонт – 35 лет назад. В 2017-м, правда, должны были заменить крышу, но случился казус. Бригада перепутала адрес и провела работы в расселенном доме по соседству. Те, кто остался под дырявой крышей, тоже хотят переселения, но пока добиться этого не в силах. Как так вышло, что над заброшенным домом сверкает новая крыша, а в жилом продолжается медленное разрушение конструкций? И почему оставшимся нельзя расстелиться, как тем, кому повезло, узнавала моя коллега Вера Мещерякова. Попасть внутрь – целое приключение. Козырек подъезда на виз с половицей ступеней проседает. Запах тоже соответствующий. Стены и потолки разъедает грибок, от постоянной сырости прогнивают перекрытием. Дом вообще трещит по швам. Мы сами собирали техническое состояние дома, оплачивали, чтобы нам сделали. На 80% признали дом аварийным. Теперь мы ходим по всем организациям. Бакарло, Маркс, 15-го, везде, где можно. Я уже даже не знаю, куда еще пойти. При таких разрушениях находиться внутри опасно. По ночам жильцы слышат, как трещат стены. В соседнем подъезде обстановка не лучше, несмотря на то, что в квартирах сделан ремонт. Потолки угрожающие нависают, любой дождь и в комнатах льет прямо из-под люстр. Вон в зале, смотрите, там сбоку, вон шишка, и вон там, ну, грибок, наверное, черный в углу периодически появляется, и вот потолок сдулся. Тем не менее, дом упорно не признают аварийным. Расселять жителей никто не торопится. Более того, им предложили сделать капитальный ремонт за свой счет. В платежках, по которым собственники исправно платят за коммуналку, соответствующая строка значится. Вот только очередь подойдет лишь в 2036 году. Ремонтировать при подобном раскладе будет уже нечего. Заключение дома на этом не заканчивается. Мало того, что он не знал капитального ремонта с момента его постройки, так в прошлом летом произошла еще одна неприятность. Вместо 46-го дома перекрыли крышу дому 44-му, который расселили. По ошибке, не знаю, по какой ошибке, поменяли в 44-й дом крыши. Вот у нас хлопотали наши, просили. Поменяли их, их высели, а мы живем, как в решете у нас все протекает. Как дожди у нас все льет, льет. Тазы у нас на крышах там стоят. Все выливаем, поднимаемся. Про Машку, конечно, заметили, но работу над ошибками так никто и не сделал. По весне с потолков 46-го дома снова потечет. Если, конечно, потолки к тому времени еще будут на месте. Специалисты БТИ, в которые обращались жильцы, подтвердили, что состояние дома угрожает его обитателям. Мы сделали вывод, что дом находится в аварийном состоянии в связи с обследованием, инструментальным, визуальным обследованием. Любая межведомственная комиссия должна признать дом аварийным и подлежащим не капитальному ремонту, не реконструкции, а именно сносу. То есть вот такое решение, соответственно, должно было принять в межведомственной комиссии по нашему мнению. В контакт-центре при главе города жителям злополучного дома настоятельно рекомендуют обращаться в суд и готовы оказать возможную поддержку. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73. Сделать городское пространство комфортнее, теперь намного легче. По завершении новогодних праздников в регионе запустили рейтинговое голосование. Цель его – дать гражданам высказать свою позицию относительно благоустройства общедоступных территорий. Полет фантазии не ограничен. Да и чтобы внести предложение, далеко ходить не нужно. Урны для сбора анкет установили в крупных супермаркетах и школах. 1 февраля голосование остановили. Моя коллега Гульнара Шарипова присутствовала при сборе и подсчете бюллетеней. 237 пунктов сбора анкет. Из них 149 в областном центре. Плюс голосование в интернете. Возможность открыто выступить со своими предложениями жителям региона предоставили впервые. Любой парк, сквер, аллея или просто пустырь, где, по мнению граждан, могло бы разместиться комфортное общественное пространство. На каждом уровне находятся определенные листы для голосования, в которых любой житель города Ульянск мог подойти к этой уровне, заполнить данную анкету и опустить ее в ящик. Помимо магазинов, ящики для голосования установили в школах. Подключили к пропаганде и разъяснению условий и целей программы, руководство образовательных учреждений. Это ускорило процесс сбора анкет. Городской гимназии номер один. Бланки заполнили в течение суток. Когда установили эту урну, то первый бюллетень заполнил директор гимназии. И как раз это был конец учебного дня, и родители пришли за своими детьми, и они увидели эту рекламу, и сразу все оживились, и буквально все бюллетени были розданы. Для благоустройства директор гимназии предложил один из дворов по улице Железнодорожной, в одном из домов, на которой он проживает. По его мнению, там назрела необходимость установки хорошей детской площадки. Запомненные гражданами вису для заявки их посчитали, запечатали специальные конверты и уже в таком виде доставили в городскую администрацию. Здесь их в присутствии общественников распечатали, и сейчас занимаются сортировкой по районам. После сортировки предложений общественная комиссия отберет самые популярные адреса для благоустройства. Этот перечень вынесут на всенародное голосование. Состоится оно 18 марта. К этой дате обязуются подготовить эскизные проекты реконструкции выбранных территорий. Всего на город Ульяновск будет направленный средств федерального областного бюджета 195 миллионов рублей. Эта сумма будет разделена по двум крупным направлениям. Это ремонт дворовых территорий и ремонт общественных территорий. Конкретное решение будет принято уже по делению данных средств после заседания общественной комиссии. Первыми в программу по благоустройству попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании. По этим адресам работы начнутся уже в текущем году. Выбор граждан будут учитывать при создании комфортной городской среды вплоть до завершения федеральной программы в 2022 году. Гульнара Шарипова, Юрий Тимонин, репортер 73. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Выборы президента 2018. До судьбоносного для нашей страны дня осталось меньше двух месяцев. По состоянию на 1 января 2018 года в регистр избирателей Ульяновской области включено 1 миллион 13 тысяч 966 избирателей. Наибольшее число избирателей в регионе зарегистрировано в областном центре 506 тысяч 142 человека. В первую тройку по численности избирателей также входит город Димитровград 96 730 и Барышский район 33 796. Меньше всего потенциальных голосов в Базарно-Сызганском районе. Здесь правом участия в выборах обладает всего 7 247 человек. О том, какие нововведения ждут избиратели в этом году, накануне рассказали в избирательной комиссии Ульяновской области. Главная новинка этого года – удобство избирательного процесса. На всех предыдущих выборах всем, кто не мог по каким-то причинам присутствовать на своих избирательных участках, приходилось получать открепительное удостоверение или голосовать досрочно. В этом году в силу вступила новая система, которая позволяет голосовать по месту нахождения. При этом даже не нужно ехать в свой избирательный участок для того, чтобы получать удостоверение. Они могут это сделать любым удобным для него способом на любом ближайшем избирательном участке, на любой ближайшей территориальной избирательной комиссии, либо в МФЦ, а также не выходя даже из дому, подать заявление через портал госуслуги, получить право голосовать по месту нахождения. Это очень удобно. Теперь к новинкам техническим. Комплексы обработки избирательных бюллетеней, или попросту говоря КАИБы, автоматизируют процесс приемки и обработки данных для участковых избирательных комиссий. И если в прошлом году на выборах в Ульяновской области на участках были установлены КАИБы 2010 года, то на выборах 18 марта это будет технически усовершенствованная аппаратура 2017-го. Вот бюллетень осуществляют только при зеленом сигнале. Если горит красный свет, опустить бюллетень в КАИБы вам не удастся. Второе, значит, бюллетень опускает в КАИБ лицевой стороной вниз. Если мы сделаем наоборот, пожалуйста, вводите бюллетень по одному лицевой стороной вниз. Он нам подскажет, что делать. Удивить системами видеонаблюдения россиян кажется сложно еще с прошлых выборов. Сложно, но можно. Если раньше камеры устанавливались только в УИКах, то в этом году под прицелом объективов придется работать и комиссиям территориальным. Особое внимание тем помещениям, где ТИКи будут принимать протоколы участковых комиссий. Это тоже очень важно, чтобы наши люди видели, как это происходит, какова процедура, чтобы все было понятно и прозрачно. Более того, транслироваться будет не только изображение, но и звук, и записываться, и храниться в течение года. Это тоже очень важно, потому что для того, чтобы полностью понять, в полном объеме понять обстановку на участке, помещение для голосования, конечно, важен в том числе и звук. Федеральные и региональные общественные палаты наряду с кандидатами и политическими партиями получили право назначать общественных наблюдателей. При этом именно на общественников возлагают надежды в областном избиркоме. Потому что если у наблюдателей от партии и может превалировать какой-то свой партийный интерес, то работа общественных наблюдателей будет в полной мере подчинена интересам избирателей. К другим темам. Вниманию автомобилистов. На 8 суток в областном центре с 5 февраля перекрывается улица Облуково. Это связано с проведением земляных работ в районе дома номер 19, а конкретнее с необходимостью проведения теплотрассы специалистами компании Т-Плюс для нового строящегося микрорайона Аквамарин. И далее коротко о других событиях из жизни нашего региона. Ульяновской области может появиться центр компетенций на базе завода ДМГ «Море». Проект планируется развивать совместно с высшими и средними учебными заведениями нашей губернии. Это-то другие вопросы глава региона Сергей Морозов обсудил во время встречи с председателем правления ДМГ «Море» Актиен Гизель Шафт Кристианом Чонисом и президентом ДМГ «Море» Компани Лимитад Масахика Мори. Кроме того, Сергей Морозов принял участие в выставке-форуме высокотехнологичного станкостроения. Мировой лидер по производству станков концерна ДМГ «Море» ежегодно собирает ведущих станкостроителей, производственников, владельцев компаний и инженеров со всего мира на демонстрацию достижений в развитии современных технологий производства. В этом году выставка проходит в немецком «Фронтене» и она посвящена умному производству. За минувшие сутки огнеборцами нашего региона зафиксировано три пожара. И если в Ульяновске горели баня и автомобиль, то в селе Рязаново Мелькесского района вспыхнул жилой деревянный дом, который, несмотря на все усилия пожарных, был полностью уничтожен огнем. Развитию возгорания способствовал сильный ветер. К сожалению, в нем погибла одиноко проживавшая хозяйка. Предположительная причина пожара – неисправность дымохода отопительной печи. Причем две недели назад с хозяйкой дома инспекторы провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности. Заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области находится в пределах эпидемиологического порога, а случаев гриппа пока не зафиксировано. По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, на прошлые семидневки зарегистрировано 4900 случаев ОРВИ, из которых чуть более 3000 – среди детей. Также зафиксировано 221 случаи вне больничной пневмонии и 203 человека госпитализировано в стационары лечебных учреждений с диагнозом ОРВИ. Кроме того, в 13 классах 8 школ Ульяновской области учебный процесс частично приостановлен. Грипп, как правило, начинается молниеносно. Боль в голове, глазах, мышцах, озноб, обильное потоотделение, резкий подъем температуры – все это его симптомы. Единственный источник и распространитель болезней здесь – человек. Что до ОРВИ? Это заболевание любит постепенность. Симптомы появляются один с другим. Начинается с заложенности носа и боли в горле. А вот температура редко бывает свыше 38,5. Известный признак ОРВИ – чихание. И, наконец, простуда. Кашель появляется в самом начале заболевания. Он отрывистый, сухой и несильный. При гриппе он дает о себе знать лишь на вторые и третьи сутки. С ним обычно насморк и боли в горле. Специалисты напоминают, что очень важно вовремя понять, чем именно вы заболели. ОРВИ – это грипп или простуда. Универсального средства защита от вирусных заболеваний не существует. ОРВИ способны вызвать более 300 вирусов. Однако возможно уменьшить риск возникновения заболеваний при помощи профилактики заражения и, конечно, укрепления организма. В настоящий момент все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Пациенты полноценно обеспечены лекарствами и проходят необходимую терапию. Наблюдается положительная динамика заболевания. По поручению губернатора в период сезонного подъема заболеваемости лечебный учреждений находится в состоянии повышенной готовности и обеспечены противовирусными препаратами. Эпидемиологическая обстановка также контролируется управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области. Профильным ведомством ведется статистика по обратившимся за медицинской помощью. Руководство образовательных учреждений решение о закрытии классов на карантин принимает самостоятельно. Министерство здравоохранения области напоминает, что самое эффективное средство профилактики гриппа – вакцинация. Она проводится осенью, до начала эпидемии. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость несколько раз и смягчает течение болезни. Морозные дни укрепили лед на водоемах. Любители зимней рыбалки, катания на коньках по водоемам, лыжным походам экстремального плана и все, кто в силу обстоятельств выходит зимой на ледяной панцирь, озер и рек, чувствуют себя в большей безопасности. Вместе с тем расслабляться не стоит, считают в центре ГИМС МЧС России. И продолжают плановые рейды по акватории крупных рек региона – Свияги и Волги. Патрулирование на катере на воздушной подушке включает в себя проверку ледовой обстановки, замеры толщины ледового покрытия и профилактическая работа с любителями зимней рыбалки. Подробности в нашем следующем сюжете. Вы примерно, допустим, толщину льда ледового покрытия сейчас в данный момент знаете сколько? Вот где-то 75 сантиметров. Правильно. И это считается очень безопасным. Лед от 35 до 50 сантиметров в зависимости от конкретного места и сопутствующих условий. На акватории Куйбышевского водохранилища рыбачить можно без опаски. Любители подлёдного лова основные правила поведения в случае непредвиденных обстоятельств знают. И те, кто выходит с наживкой и удочкой не первый год, и те, кто ступает на лед в поисках драйва от сиденья лунки первый раз. Жизнь дорога, а поэтому потратить час-два на изучение техники безопасности в том же интернете и набраться мудрости в советах от бывалых будет не лишним. Плюс постоянный контроль со стороны МЧС. Ещё раз напомнить прописные истины – вовсе не пустое дело, считают в ГИМС. Профилактическая работа необходима. Её необходимо проводить больше и больше. И в средствах массовой информации. И публиковать статьи. И сделать выезды. И плановые, и внеплановые выезды. И с органами местного соуправления. И с специалистами ГУОЧС по сектору по городу Ульянску хотя бы. Также проводить разъяснительную работу среди населения. Инструменты для самоспасения либо купленные, либо изготовленные самостоятельно. Достаточно пары крепких отверток, связанных бечёвкой. С помощью них можно попытаться выбраться, провалившись в полынью. Если санки, то обязательно на длинной верёвке. Можно использовать их для спасения товарища, не подходя к ломкой кромке. Есть и другие приспособления, и другие методы. Лёд толстый. А какая толщина примерно? В зоне 30 сантиметров. А можно померить? Да ради бога. Суйте. Бурить на лёд. Ещё глубже. Нет. Около 50 сантиметров. 50 сантиметров. 50 сантиметров. Безопасность льда и его толщину структуры лучше всего проверять перед каждым выходом на лёд. С помощью бура сделать это довольно легко. При морозной погоде рыбаки могут собираться на выгодных местах большими группами. Вот теперь всё-таки лучше рассредоточиться, чтобы не оказывать сильной нагрузки на подтаявший панцирь. Ну и совсем экстремально глупо выходить либо на только вставший осенний, либо на наздреватый весенний лёд. Тут шансы закончить рыбалку сухим, живым и здоровым резко падают ниже пороговых значений. Однако никакого наказания за выход на опасный лёд в регионе не существует. А потому этот вопрос остаётся на стовести каждого решившегося. Спасатели, конечно, постараются сделать всё возможное в любой ситуации. Однако доводить дело до экстренной помощи всё-таки неразумно. Молодёжный театр – это самый молодой профессиональный театр города. Это попытка создания театрального коллектива, созвучного в своём творчестве с днём сегодняшним, говорящего о том, что важно и актуально сегодня для молодых людей. Подробнее о коллективе, о прошлом и будущем театра нам рассказал его руководитель, заведующий кафедрой актёрского искусства Ульяновского госуниверситета, актёр Ульяновского драматического театра Алексей Храбсков. Так получилось, что счастливо сложилось, и оно не случайно, очень многими усилиями разных людей, это возникла ситуация, что в подведомстве Министерства молодёжного развития должно сейчас возникнуть, прорабатывается концепция развития молодёжного театра, подведомственного учреждения этому министерству. Именно такое решение принято коллегиально в главе с Сергеем Ивановичем Морозовым, очень символично, 7 января 2018 года была встреча, принято решение о возможности, так сказать, обоснования молодёжного театра в здании кинотеатра художеств. Подробнее о новом доме для молодёжного театра, о его труппе, постановках и премьерах. Алексей Храбсков расскажет в программе «Работа» в пятницу, 2 февраля в 19.30 на телеканале «Репортер 73». Что в нём главное? Самопожертвование. И ещё он романтик. Он обожествляет женщину и жертвует собой ради этой любви. Это фрагмент интервью десятилетней давности, в котором актёр Ульяновского театра драмы, заслуженный артист России Михаил Петров, высказался о том, что его роль мечты – «Сирано де Абержерак». И вот мечты сбываются. Через 10 дней на сцене областного драматического премьера спектакля «Сирано де Абержерак» по пьесе Эдмона Растана, в которой Михаил Петров исполнит главную роль. Основная задача в работе с Михаилом Николаевичем была добиться уничтожения всего положительного в нём. Он очень хороший, очень честный, очень интеллигентный и очень вежливый человек. А мне нужен был такой, если не хам, но такой, знаете, как сказать, одарённый гопник. Искандар Сакаев признался, что не знал о желании Михаила Петрова сыграть «Сирано де Абержерака». При этом сам он давно хотел поставить такой спектакль, так как, собственно, французский фильм с Жераром Депардье в главной роли, это, по мнению Искандара Сакаева, не «Сирано». Не то, о чём пьеса Эдмона Растана. Вокруг «Сирано де Абержерака» бытует легенда. Являясь отчаянным дуэлянтом, он так ни разу не был побеждён. Существует миф, что он однажды выиграл бой с сотней противников, что также получил своё отражение в пьесе. Кстати, и сам режиссёр Искандар Сакаев, кандидат мастера спорта Парапири, и что такое звон оружия на дуэли, представляет. Всё, весь на конец. Михаил Петров отметил, что только теперь начал понимать вопрос Лии Ирадиной о том, в чём актёр будет одет. Ведь зачастую от деталей костюма или реквизита можно найти правильное решение своей роли. Ну и, конечно же, нужно много трудиться. Каждая новая работа – это определённая борьба и с самим собой, и с материалом. Поэтому для меня всегда это очень сложно. Первый раз, когда читаешь, я вообще не понимаю ничего здесь. Ну всё это вот так вот складывается. Тут очень многое зависит от режиссёра. Очень хотелось вот вытащить то, чего обычно промахивается другими. Не факт, что это получилось, но, по крайней мере, такое вот стремление было. Что вот за... Что колоссальные комплексы. Вот эти вот колоссальные комплексы, которые дают вот импульс к колоссальному творчеству, к каким-то колоссальным прорывам. И при этом такое саморазрушение. Сегодня роли заслуженного артиста России Михаила Петрова составляют «Золотой фонд» Ульяновского драматического театра. И комедия «Героя» станет достойным пополнением коллекции его ярких образов, посвящённых всемогущей любви. Премьерный спектакль «Серановка Бержарак» все желающие смогут увидеть 10 февраля на юбилейном вечере Михаила Петрова. Алексей Матюнин, Юрий Тимонин, «Репортер 73». И в завершении важная информация от «Репортера 73». Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть всё. От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и «Бегущей строки». Звоните 304173. И вы в эфире. Это всё на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Субтитры подогнал «Симон»! Реальностьvoorеческой ВОЗГいる Субтитры подогнал «Симон»! Реальность Редактор субтитров А.Семкин